Сказочные скидки на ваши подарки к любым праздникам. Дач на Дудинской 2. Приехали, поговорили, не решили и уехали. Итоги экономического форума. Обещания не дождался. Михаил Шубский не будет президентом музейного центра. Денег не было и нет. Новые подробности. Исчезновение двух миллиардов рублей со счетов домов жилфонда. И кого выбирать будем. В крайне официально началась агитация на сентябрьских выборах. Это воскресные новости. В ближайшие 30 минут в прямом эфире. Свободно, без цензуры о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Меня зовут Илья Зайцев. И мы начинаем. Отменить плату за проезд по федеральным трассам. Иначе неизбежно дальнейшее повышение цен. Сегодня дальнобойщики в Красноярске вновь вышли на митинг против системы Платон. И таким образом присоединились к общероссийской акции протеста. Напомню, согласно новым порядкам, грузовые автомобили должны платить за каждый километр проезда по федеральным трассам. По мнению перевозчиков, такие меры приведут к банкротству транспортных компаний, к потере рабочих мест. А главное, совсем не улучшат качество дорог. Деньги, считают организаторы акции, будут уходить только в карманы бизнесменов. Участники протеста говорят, к ним присоединяется все больше людей в разных городах края и страны. Сегодня на театральную площадь вышли около 40 человек. Все они уверены, платные дороги – проблема не только перевозчиков, но и всех жителей страны. Ведь в убыток работать никто не будет. А значит, совсем скоро цены на многие товары и продукты вновь начнут повышаться. Мы даем сигнал производителям о том, что у них могут быть перебои. И чтобы уже производители выходили на правительство, намекали, так сказать, правительству, что надо что-то менять. Надо идти на диалог с перевозчиками. И надо открутить эту всю ситуацию назад. Естественно, в ближайшее время, и мы с вами сейчас сами это ощутим, мы все это на своем кармане. Я буквально вот тут вот зашел, купил цитрамон за 40 рублей. Я вообще очень сильно удивился. Три дня правильных слов и мало надежды на их исполнение – это ощущение многих участников от 13-го Красноярского экономического форума, который на этой неделе прошел в нашем городе. Какие важные мысли обошлись бюджету в 100 миллионов рублей, прямо сейчас расскажет моя коллега Екатерина Кашутчик. На мой взгляд, уже нельзя молиться или ожидать, так сказать, смотря эти котировки. Лучше уже не будет. Нужно понять, что структурное перепроизводство надолго. Можем увидеть цену нефти 18 долларов, мы не умрем. Мы можем увидеть курсы 100 рублей, так сказать, тоже не умрем. Ну, так сказать, нужно двигаться, понимая, что это все будет, и строить новую экономику, так сказать, не забывая о том, что было сделано в старой. Самые яркие слова самого яркого выступления. Февральские тезисы Олега Дерипаски за минуты разлетелись по федеральным СМИ. Мне кажется, очень важно расселить Москву. Каждый раз, подлетая к Москве, я задумываю, что эти люди там делают. И какая-то нагрузка на нашу экономику. Я не верю в импортозамещение, как в эту мантру. Понимаете, импортозамещение, это как, ну, такая, мне кажется, модель 19 века, так сказать, это что-то из ряда там нас изолировали, поэтому будем импортозамещаться, так сказать. Нет, нужно выходить на экс. А для этого нужно реформировать налоговую и судебные системы и создавать свою банковскую. Только на тот момент спикер не знал, что за час до его пламенной речи все тезисы уже были отвергнуты. Ведь зачем строить новое, если можно просто не верить в безнадежность старого? Мы все говорим о том, что мы с этой иглы должны слезть. Но я не знаю насчет иглы и даже трубы. Слазить с нее, я думаю, мы не можем. Глупо отказываться от того, что является нашим естественным богатством. Сейчас, если говорить о самых краткосрочных прогнозах, почти все прогнозируют спад нашей экономики. Я ничего не хочу делать с этим прогнозом. Это же не хочу озвучило и большинство собравшихся. И это первый парадокс. Вот голосование на первом месте в списке того, над чем необходимо работать, вдруг оказался человеческий капитал. На последнем месте та самая необходимая срочность менять экспортную политику, продавать не дешевую нефть, а хотя бы дорогие продукты из нее. При том, что все вроде бы понимают, что приоритеты должны быть расставлены наоборот. Наша экономика в России является производной того, что происходит на сырьевых рынках. И все понимают, что вроде об этом давно говорили, что это плохо, но говорили как бы в теории. А теперь мы видим это в цифрах, и это поменялось. Здесь нужно формировать какую-то картинку будущего. А это сложный вопрос. На самом деле, если так уж подумать, пока мы как-то не привыкли в нашей стране к этому упражнению, и возможно, сейчас уже настал период к этому приступить. Мы сейчас болтаемся где-то посредине, во многом опираясь на инерцию. Через 15 лет этого уже не будет. Мы будем либо намного сильнее, чем сегодня, либо намного слабее. И, к сожалению, тенденции последних лет делают вероятным последний сценарий. Очень опасный. Мы же видим, что нам, в общем-то, как говорилось в известном мультике, нам не денег, нам и моней хватает. Зато хватает памяти. Те, кто был на КЭФ хотя бы дважды, в один голос говорили. Это уже было. Были разговоры о том, что с нефтяной иглы надо слезать, что кредиты надо делать дешевле, законодательство проще. А его исполнение контролировать не только на бумаге. Бизнес рассказывал, к чему это привело. В каждой отрасли своя история о том, как с момента последних таких деклараций о хороших намерениях в их жизни и правда все изменилось. Только в обратную сторону. Во всем мире страховая отрасль работает по своему плану счетов, и мы благополучно работали. Мы должны будем перейти на новый план счетов. Я в отрасли уже, вот компании 25 лет в этом году исполняется, да. И на каждый год это что-то новое с нарастающими явлениями именно давления. В том, что хоть что-то изменил этот трехдневный экономический разговор, мало кто поверил. Аргумент на всех один. Предыдущие 12 таких разговоров о том, что надо менять, не поменяли ничего. И ни одна предыдущая стратегия не сбылась. Хорошо, наверное, помним все 2000 годы и прогнозировали, что произойдет сейчас. И мне кажется, что мы ошиблись бы процентов на 90 во всех наших прогнозах тогда. Никакое содержание. Извините, лично мое мнение, что практически никто здесь. Единственное было выступление. Красноярское наиболее такое фундаментальное, на которое, конечно, никто не обратил внимания. Как всегда. Остальные я не знаю, что здесь вообще делали. С года в год я присутствую на форумах и не вижу никакого конечного результата. Для чего мы тогда собираемся? Вопрос. Плохая новость состоит в том, что все это походило на день сурка. То есть это уже было. Мы это уже, а, говорили, б, пробовали, не получилось. Изобрести какую-то красную ртуть или найти серебряную пулю нам точно не удалось. Все это достаточно очевидно и проговаривалось и ранее. Я бы использовал такую известную одесскую фразу. Жарьте, рыба будет. Вот мы уже давно жарим, то есть мы очень правильные вещи говорим. И уже все члены правительства это говорят. Но рыбу все не подносят. Ждать рыбы после этого форума не советовал даже Дворкович. Сказал, правительство пока не уверено в правильности сказанных здесь слов. Бизнес просил кредитов, на них нет денег. Региональные чиновники просили децентрализации, чтобы не все налоги уходили на нерасселенную Москву. Ответ. И таких ресурсов нет. Децентрализация, то, что в принципе можно делать сейчас, но не должно быть иллюзий, что мы это сможем делать, передавая ресурсы, например, регионам или муниципалитетам. Мы можем дать им возможность зарабатывать. Сказать, вы можете там устанавливать новые налоги, еще как-то зарабатывать, развивая свою экономику, свою систему. Но у нас нет ресурсов, которые мы можем передать. И здесь властям тоже надо было сказать честно. Не хотим, добавляют уже экономисты. Они свою стратегию написали еще, когда речь шла о 2020. Но говорят, видимо, и к 20-му форуму придется говорить снова о том же самом. Повторение, мать учения. Талдычить в России – это норма не только управленческой, но и экспертной практики. Попугай, кукарекающий петух – это базовый функционал эксперта. Повторяй, бей в одну точку, капля камень точит. Вот что такое российская экспертиза. Пока машинка едет в противоположную сторону. Стоил ли этот невыученный урок 100 миллионов рублей, остается вопросом. Екатерина Кашучик, Николай Чистяков. Воскресные новости. Партии начали активную борьбу за избирателя за полгода до выборов в Госдуму и Краевой парламент. Андрей Лапицкий признан виновным в незаконном предпринимательстве. Останется ли он советником мэра? Это Воскресные новости. Мы продолжаем. Михаил Шубский не будет занимать должность президента Красноярского музейного центра. Об этом он сам сегодня рассказал Воскресным новостям ТВК. Напомню, он 25 лет был директором Красноярского музейного центра. С этой должности его уволила новый министр культуры Елена Мироненко с единственной претензией – возраст. Шубскому исполнилось 65. Это решение вызвало волну негодования среди всех, кто работал или просто был знаком с Михаилом Павловичем. После Мироненко заявила, из музейного центра Шубский все же не уходит и будет занимать там должность президента. Десять дней назад Шубский попал в реанимацию. Тогда в телефонном разговоре телекомпании ТВК он пояснил, что связано это с общей усталостью. Сегодня Михаил Павлович рассказал, что надеется на скорейшее выздоровление, но пока чувствует себя не очень. Кроме того, он пояснил, что на пост президента его так никто и не назначил. Вот что смог сегодня рассказать Михаил Шубский. Знаете, когда все хорошо, когда все вместе, когда уже приходит другой руководитель, начинается процесс немножко грустный. Но основной коллектив вот так, что я делал, и я им благодарен. Поэтому нужно придется, кому-то придется и уйти. Но это не страшно, это была эпоха, это достояние. Теперь все хранится. Как будет дальше, я не боюсь подсказывать. И поэтому я не хочу добираться к президенту. А сама Елена Мироненко на этой неделе, наконец, прокомментировала свою командировку в Париж и полет бизнес-классом. Напомню, новости ТВК рассказывали, что новый министр культуры с рабочей поездкой недавно посетила Францию и приняла участие в днях русской литературы. Стоимость командировки по самым скромным подсчетам составила четверть миллиона бюджетных рублей. Только перелет 140 тысяч. Сама Мироненко рассказала, эти деньги в любом случае были заложены в бюджете и не пошли бы на другие цели. Презентовать Красноярский край необходимо в хорошей форме. А перелеты отнимает у министра очень много сил. Очень много приходится передвигаться по краю, практически без выходных работаем. Поэтому от того, как я буду выглядеть, например, после того, как перелетела, а в Париже это случилось сразу же, например, после того, как я прилетела, через три часа я уже презентовала Красноярский край. А перелет занял восемь часов. Поэтому от этого зависит, безусловно, лицо региона. Накануне же стало известно, что некоторым чиновникам, возможно, все же запретят перелеты бизнес-классам. С подобной инициативой выступил замминистра экономического развития страны Олег Фомичев. Его слова цитирует издание «Российская газета». По мнению Фомичева, подобная привилегия должна оставаться только у высокопоставленных чиновников. Это предложение содержится и в плане антикризисных действий по экономике на этот год, который предусматривает в том числе экономию расходов госслужащих на транспорт и командировочный. И продолжаю тему чиновников. Виновен, но амнистирован. Накануне Кировский районный суд вынес обвинительный приговор советнику мэра Красноярска, бывшему заместителю главы города Андрею Лапицкому. Напомню, чиновника обвинили в незаконном предпринимательстве и присвоении более миллиона рублей средств городского бюджета. По одному из эпизодов суд оправдал подсудимого, не найдя состава преступления в том, что Лапицкому при уходе из института на пост муниципального служащия был выплачен золотой парашют в размере пяти окладов. Во втором случае вина Андрея Лапицкого была доказана. Напомню, будучи руководителем Красноярска граждан проекта, он заключил с театром Пушкина контракт на 20 миллионов рублей на подготовку проекта реставрационных работ. Компания получила доход с истекшей лицензией на данные виды услуг. Причем известно, что Лапицкий об отсутствии лицензии знал. Суд принял во внимание положительную характеристику подсудимого, назначил наказание в 200 тысяч рублей и тут же амнистировал действующего советника мэра города. Я не буду с вами общаться, вы понимаете? Я не хочу с вами общаться. Телекомпания, отойдите от меня, пожалуйста. От чем мы отличаемся? Затем, что вы всегда уродуете факты и несоответствие действительности. Напомню, новости ТВК с самого начала судебного разбирательства следили за делом Андрея Лапицкого. Еще до процесса активно задавали вопросы о действиях и решениях заместителя главы Красноярска. Например, что будучи руководителем департамента градостроительства, он позволил появиться на месте законсервированной станции метро ночному клубу «Циркус». При этом обещал, что на этом месте появится временное сооружение, которое станет детским развивающим центром, но точно не клубом. Клуб в этом году отмечает свое двухлетие. Администрация города проиграла все возможные суды по этому делу и заведение продолжает свою работу. Так же, как и Лапицкий. Вероятнее всего, он даже после решения суда, по которому он оказался виновным, останется на должности советника мэра Эдхама Булатова. Тем временем предвыборная гонка уже началась. В сентябре в России, в един день голосования, страна будет выбирать депутатов Госдумы, а жители нашего края еще и депутатов ЗАГСобрания. Какое будет эта избирательная кампания? Мнение кандидатов и политологов. В репортаже Дарья Тарасенко. Конкретно что предлагаешь? Демократические выборы. Это кто больше голосов набрал, кто-то выиграл? Ну да. Неожиданно. Смело. Скоро на всех избирательных участках страны пройдут реальные выборы. До главного политического события осталось чуть больше полугода. 18 сентября страна будет выбирать депутатов Государственной Думы, а в Краснодарском крае еще и регионального парламента. Партии и отдельные депутаты уже активизировались. На улицах города появились баннеры и растяжки. Одними из первых о себе заявили патриоты России. Лидер фракции, депутат Горсовета Иван Серебряков не скрывает, намерен идти в законодательное собрание. Говорит, борьба уже началась. Мы не боимся никакой конкуренции. Для нас есть опасения того, что в очередной раз выборы могут провести нечестно. Как мы приводили примеры, когда в том же самом Емельянском районе в 2015 году мы нашли 3000 бюллетней. Нам начинают рассказывать, что это не влияет на результаты выпуска. Ну как не влияет? Сейчас это уже происходит? Конечно. Недавно прецедент был связан именно на Копылова, то есть баннер там, где он у нас висел. Его сняли. Был звонок и посчитали, что это сильно проходное место. Здесь нельзя патриотами как висеть. Значит боятся. А если боятся, значит не все так просто у нас в Краснодарском крае. О том, что эти выборы будут непростыми и куда интереснее прошлых, говорят и политологи. Во-первых, в этом году впервые за 13 лет выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе. То есть 225 депутатов по одномандатным округам и еще 225 по партийным спискам. Край в федеральном парламенте готовы представлять как минимум 8 человек. 7 из них от Единой России. За депутатское кресло в краевом парламенте борьба будет не менее жаркой. Много новых лиц, молодых и амбициозных. Если раньше все ходили там, согласовывали с губернатором, можно ли там идти на какие-то выборы, а кто шел без согласования, тот заканчивал очень плохо. Мы такие примеры знаем в истории новейших Красноярского края. То сейчас никто согласовывать не пойдет. И очень много желающих, особенно в городе Красноярске, мы знаем, что практически весь состав городского совета, те депутаты, которые избраны не от Единой России, хотя есть там и от Единой России, которые собираются идти на эти выборы в законодательное собрание. При этом политологи пока расходятся во мнении, сколько нынешних депутатов законодательного собрания сохраняют свои кресла. Одни уверены, что 80% состава краевого парламента останется прежним. Другие считают, что нас ожидает обновление минимум наполовину. Опытные одномандатники сдавать позиции не намерены. В успехе на выборах уверен и глава фракции КПРФ Петр Медведев. Говорит, их партия уже закрыла все округа и определилась с партийными списками. Осталось утвердить претендентов на конференции. Наступило время коммунистов, и сегодня народ просит коммунистов и будут голосовать за коммунистов. Почему? Потому что сразу хочу сказать, когда стране сложно, всегда коммунисты выводили страну из кризиса. Сегодня агитацией занимается жизнь, что люди страшно обезработятся. Сегодня все платное, уничтожены фабрики, заводы. Вот это жизнь сама. Продукты повышаются с каждым разом. Горючие смазочные материалы повышаются. Цены на электроэнергию повышаются. Вот оно не мы агитируем, а агитирует сама жизнь. И выход один. Только Компартия Российской Федерации. Только агитацию жизнью приходится поддерживать агитации классической, уличные за деньги. Политологи говорят, нас ожидают, возможно, самые непредсказуемые выборы за долгие годы. Партия власти на фоне кризиса теряет поддержку. И, как говорят московские политологи, летом именно Единая Россия придется отвечать за все последствия крайне непростого экономического периода. Опять же, для оппозиционных партий кризис – удачный момент, чтобы откусить у партии власти часть избирателей. Губернатор края все же надеется, что выборы объединят общество, а не разъединят. Очень важно, чтобы такие избирательные кампании не разъединяли людей, а объединяли. Я уверен, что в Красноярском крае это будет время концентрации усилий, концентрации чувства большой ответственности за будущее нашей территории, понимание больших возможностей Красноярского края. Это будет важный и интересный период нашей жизни. Формально выдвижение и агитация начнется только летом. Только борьба за избирателей для некоторых политиков уже началась. Буду помогать людям вашего прикольного возраста, преклонного возраста. Кто это? Сочинил! Коррупцию ты искоренишь, зарплаты повысишь. И надой увеличишь. Дарья Тарасенко, Николай Чистяков. Воскресные новости. Дома жилфонда ремонтировали из общего котла по такому же принципу, как сейчас работает программа капитального ремонта. Только куда уходили деньги на протяжении 8 лет? Работы управляющей компанией? Точных отчетов нет. Предположение строят только новые собственники компании. А что по этому поводу думает бывшее руководство? Юлия Мавшевич с подробностями. У вас уже есть представление, а куда делись эти деньги людей? Я вам говорю две причины. Две основные причины, которые я вывела для себя. Это дебиторская задолженность. То есть неплатежи части жителей? Да. И перекрестное субсидирование. То есть за счет более успешных домов выполняется работа на менее успешных домах. До этого откровения в прямом эфире программы «После новостей» больше половины красноярцев волновал вопрос. А где же деньги переданы в жилфонд? Теперь спрашивается, а ремонт это где? Дома на Краснопресненской как раз попадают под логику перекрестного финансирования. Бараки старые, убыточные. Но здесь не было ремонта никогда, кроме одного дома, где покосившиеся стены скрутили металлическими балками. И все. В ближайшем будущем и эти условия для жителей семи домов на одной улице могут стать золотыми, если жилищную услугу поднимут в 10 раз. В случае Маргариты Сергеенковой – 17 рублей до 144 за квадратный метр. Это было очень дорого. Это в пределах 20 тысяч одна квартира будет стоить. Да не будем платить, это издевательство. Во-первых, вот эта компания пришла, она точно так же награбастает, она уйдет. Это уже неоднократно же было. То есть вы не верите? Нет, конечно, не верим. Ничего дорогостоящего не сделало, не сделано было. Они говорят, эти деньги вообще, их, наверное, не было. Они вообще виртуальные. Это уже другой пример. Дом в центре города, где жители скопили почти 3 миллиона. Прежде чем узнали, денег нет. Возможно, какие-то дома действительно ремонтировали по принципу из общего котла. Но разобраться в этом теперь очень сложно. Ведь отчетов никто не вел, говорит новое руководство жилфонда о своих предшественниках. Но вернуть накопление обещает, попытаться можно через суды, перейдя из района управляющей компанией в общегородскую. Эти условия запротоколированы на совещании по реорганизации управляющих компаний в Горсовете, куда журналистов не пустили. Для этого жителям нужно подписать новый договор и срочно. А он, по словам общественников, противоречит жилищному кодексу. На самом-то деле, вы ставите изначально людям невозможные условия для выполнения, и предполагая, что все деньги, которые есть в принципе в этой компании по дебиторской задолженности, и по очереди кредиторов, получите вы, то есть сибирская генерирующая компания, и другие ресурсники. А жители просто в эту конкурсную массу включиться не будут, не иметь никакой возможности. Арбитражный суд, когда выносил решение о банкротстве организации, он рассматривал пакет документов, где четко было указано, что имущества нет, расчетные счета пустые, денег в кассе нет, зарплату платить нечем, рассчитываться с иными организациями по долгам нечем. С чем? Ну, сходим мы в суд с вами, с исковым заявлением. А дальше что? Ну, получим мы с вами свой красивый зеленый исполнительный лист. И все. Мы отдадим его судебным приставам. А через три года нам судебные приставы с вами отправят уведомления о том, что исполнить данные по материалам невозможно. Все на этом. А теперь представьте, что жилфонд – это целая коммунальная империя. 32 компании, 7 наиболее крупных фирмы, разделенных на районы. Они обслуживают 4000 домов. Это 80% всего жилого фонда города. Бесконтрольно. На протяжении 8 лет. Когда люди требовали отчетов за свои деньги, все молчали. Теперь на вопрос, а кто же умыкнул народные средства, отвечает только руководство жилфонда из новой команды СГК. Из старого состава на этот вопрос попытался ответить экс-заместитель генерального директора Виктор Бабович. При этом, а где тогда гарантия, что то же самое не случится и с новым жилфондом? И на их месте не появится еще одна компания. Ведь, по последним данным, жители должны более 2 миллиардов рублей. Еще 3,5 миллиарда задолжали сами коммунальщики своим кредиторам. Это крупные имиджевые риски. Я могу так оценить. Отказаться от жилфонда. Ведь СГК завтра ни одно из стыд не свернет. Эксперты полагают, банкротство дочерних предприятий жилфонда – это лишь начало. Следом проблемы могут начаться у более мелких подрядчиков, которые уже сейчас недополучают финансирование. Примечательно, что в этой истории до сих пор нет ни одного уголовного дела по факту исчезновения денег красноярцев. Нет заявления, а значит и факта хищения. Есть только просьба мэра повнимательнее присмотреться в процедуре банкротства. Юлия Мавшуч, Виталий Суботин. Воскресные новости. Кстати, что касается проекта договора с жилфондом, в компании пояснили, за основу документа взяли образец сайта администрации города Красноярска, привлекли специалистов надзорных органов и представили новый документ жильцам. Причем в каждом конкретном доме, говорят, договор будет индивидуальным. Но прямо сейчас женский взгляд Юлии Сорокиной, которая на этой неделе чувствовала себя как Алиса в стране чудес. Добрый вечер. На этой неделе я себя чувствовала примерно как Алиса в стране чудес. Никак не могла собрать воедино разные части нашей сегодняшней реальности. Ну вот, например, Левада центр проводит очередной опрос и выясняется, что 37% россиян считают лучшей политической системой, цитирую, советскую, ту, которая была у нас до начала 90-х годов. А больше половины опрошенных, 52%, считают лучшей экономической моделью для страны плановую экономику. Это с одной стороны. А с другой стороны, самое яркое впечатление моего советского детства как раз про плановую экономику. Это очередь за шампунем. Шампунь давали по одной штуке в руки. И мама взяла меня с собой, чтобы хотя бы две штуки получить. А я была маленькая, ниже прилавка. И помню, как продавщица кричит, я не вижу вашего ребенка, покажите, где он. И мама пытается меня поднять, а не может, потому что люди давят со всех сторон, очередь огромная. И я понимаю, что как-то должна помочь маме. И тогда я начинаю кричать. Так сильно, как только могу. Мама, я здесь. Нам дают два шампуня. Мама больше никогда не берет меня ни в какие очереди. А потом мы долгое время моем голову мылом. Ну, это вот про плановую экономику. Впрочем, как я понимаю, до плановой экономики нам немного осталось. В Министерстве финансов выдали прогноз ближайшего экономического будущего России. Так вот, по мнению Минфина, нас ожидают 15 лет стагнации. Попросту застоя. За мою 40-летнюю жизнь это будет уже второй застой. Ну, а в этом году, прогнозирует Минфин, будет даже не стагнация, а 2-процентный спад. Ну, это опять же с одной стороны. А с другой стороны, на этой неделе стало известно, что яркий представитель падающей российской экономики, олигарх Роман Абрамович намерен построить в своем лондонском особняке бассейн стоимостью примерно 50 миллионов долларов. В бассейне будет не вода, а березовый сок. Ну, ладно, Абрамович, у него хотя бы бизнес есть. А вот некая Илона Сталье, она всего лишь супруга депутата Госдумы Виталия Южилина. И я так понимаю, это ее основное место работы. Так вот, госпожа Сталье на этой неделе рассказала американскому журналу ВОК о своей коллекции платьев, стоимость которых оценивается в 30 миллионов рублей. Я не знаю, какой бизнес у господина Южилина, мужа госпожи Сталье. И я не стала узнавать, потому что у депутатов Госдумы по закону не может быть никакого бизнеса. А еще в Минфине прогнозируют, что реальные зарплаты россиян смогут вернуться к уровню 2014 года, а это не самый обалденный уровень, только через 10 лет. А в некоторых местах зарплату уже попросту не платят. Например, в Нижнем Тагиле прошел митинг рабочих знаменитого Уралвагонзавода, того самого, который танки делает. Люди выступали против задержки зарплаты. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, уже не в Нижнем Тагиле, а в Москве прошел юбилей директора того самого Уралвагонзавода Олега Сиенко. Большой зал в центре Москвы, банкет, 400 гостей, концерт звезд эстрады якобы обошлись Олегу Сиенко в 10 миллионов рублей. Директор Уралвагонзавода сказал, что накопил эти деньги с зарплатой. Ну, что тут скажешь, ко всем этим противоречащим друг другу фрагментам нашей действительности нужно подходить с чувством юмора, как, например, художник Василий Слонов. Он взял, да и придумал топор-баблоруб. Это некий символ великой русской надежды на авось. Он призван вдохновлять людей, которые ответственны за это экономическое положение, на совершение подвигов и вывода России в лидеры. Да, авось хотя бы топор-баблоруб. Сподвигнет наших чиновников уже прекратить ждать повышения цен на нефть и в конце-то концов заняться экономикой. Ну, это я так, из области фантастики. Я же говорила, что на этой неделе я, как Алиса, в стране чудес. У меня пока все. Удачи! И на этом у нас все. Пусть следующие семь дней пройдут спокойно. Тем более, что впереди два выходных. Увидимся в следующее воскресенье в 20.00 на ТВК. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!